Записки будут собирать каждый месяц и отправлять в Иерусалим. Роль почтальонов согласились примерить прихожане Бобруйской синагоги. В еврейском дворике открыли стену плача. Это здание мы всегда так и назвали, стену плача, потому что это остаток от храма. И на нее постоянно, когда смотрели на нее, это было больно на душе, что есть храм, который разрушен. Поэтому и слово – стена плача. По словам главного раввина города, идея оборудовать символ веры в еврейской столице Беларуси появилась еще в 2016-м. Лишь сейчас дошли руки, удалось собрать достаточно средств. Послания, написанные от руки, вставляются в специальные отверстия. На этом месте, согласно иудетским догмам, будут услышаны молитвы и просьбы любого человека. Аналогичный способ общения с Богом используют на земле обетованы. Письма, адресованные Всевышнему, стекаются в Иерусалим со всего мира. Подшипки засовывают трещины рядом с записками от местных жителей и туристов. Стена плача – часть храмовой горы Старого города, уцелевшей после разрушения второго храма римлянами в 70-х годах н.э. Она считается самым священным местом в иудаизме. Не каждый может уже поехать в Израиль, посмотреть эту стену на виду. А когда вот здесь, в Бобруйске, у нас появилась своя стена плача, конечно, я очень доволен. Конечно, радуется сердце, что у нас такое возрождение в Бобруйске. Очень хорошо. В ноябре здесь поставят памятник в виде дерева. Внизу расположится звезда Давида, на которой будут указаны города и количество евреев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.